Здравствуйте! Вы смотрите программу «Загадки и вятки» и мы с Людмилой Борисовной Безверховой, с архитектором, стоим на перекрёстке очень оживлённых улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии. Но на самом деле... Это Владимирская площадь. Вот. Сегодня поговорим о ней. Да. Что интересного мы узнаем сегодня? Какие открытия совершим? Ну, во-первых, это одна из древнейших площадей. Как ни странно, площадь которой нет. Сегодня в программе. Алтарь не на восток. Кто построил Владимирскую церковь наискосок? Императорская милость. Какие три улицы упразднил царь по просьбе самих ветчан? Советское прошлое. Где была площадь борцов за свободу и сад Максима Горького? Началась вся история, как водится, с загородной слободки. Да, тогда район улицы Карла Маркса был ещё совсем загородом. Слободка была безымянной и находилась на выезде с древней Никитской улицы. Лишь с появлением храма появилось название Владимирская. И стала образовываться восьмиугольная площадь. К этой площади подходил ещё очень интересный такой вариант. В первом плане 1784 года были Покосные улицы. Покосные улицы. Вы помните, что наш город имел в самом начале трёхлучевую систему. Одна дорога на Москву, на север и на Казань. И вот регулярный план 1784 года эту тенденцию как бы закрепил. Была главная улица Московская, а от неё на Филейку шла такая радиальная улица на Филейское направление, а это Казанское направление. То есть получается, что они совместили регулярную планировку и вот эту радиацию? Да, да, да. Столица после утверждения такого сложного регулярного и одновременно радиального плана требовала освоить эти участки вдоль оврага. Местные жители не понимали, ну как застраивать острые углы. А нужно было застраивать сразу угловые точки, вы помните? А вот ну как же их застраивать? Никто не брал эти участки. И было прошение императору упразднить эти улицы. И уже Александр Первый своим рескриптом упразднил по Косной улице. Но от Древней от Косной улицы остался на память переулок, ныне Копанский. Он сохранился потому, что совпадал в точности с Древней Никитской улицей, которая шла вдоль оврага Засоры. Он же овраг, сыграл роль в судьбе улицы Молодой Гвардии. Она фактически не связывала, потому что овраг мешал. Но вот эта вот ось, в той стороне она называлась Стефановская, а в этой стороне Владимирская. И иногда на старых планах находишь такие названия. Дом построен на улице Владимирской-Стефановской. То есть она даже двойное название носила. Именно здесь обосновались купцы Вяземские. Это были очень знатные люди своего времени. Вяземские основали первый чугунно-литейный завод Кирсинский. Это были очень-очень знатные люди. Вяземские, отец и сын. Вот они решили строить этот храм. Причем, самое-то интересное, что сразу каменный. Вы помните, мы говорили, сначала деревянный, потом собирать. Здесь они поставили задачу сразу каменный. И рядом строили свой каменный дом. Различные версии. Кто говорит, что на ее месте построил кинотеатр Октябрь? Нет, это не так. И даже какой-то символ в том, что вот этот вот такой, знаете, угол кинотеатра, он как бы обогнул место церкви, не затронув. Вы знаете, как получилось? Исследователи отметили, что храм стоит не прямо алтарем на восток, а слегка наискосок. Это объясняется тем, что древние строители в день закладки храма ориентировались на восход солнца. А он, как известно, меняется в зависимости от времени года. Вот мы стоим сейчас на месте. Вот немножечко пройти бы, пофантазировать, если и можно войти в храм. Да, мы сейчас на фоне храма стоим, представляете? А этот храм уже перестроен в 1880 году. Сюда пришел небезызвестный Прозоров Яков Александрович с сыном. И они решили этот храм расширить, увеличить и приукрасить. Прозоровы в компании с архитектором Андреевым перестроили колокольню, расширили почти в два раза трапезную, так что она даже кажется слегка громоздкой. И самое важное, пожалуй, это первый открыватель в этом направлении, он отопил холодный храм. Храм 1718 года остался нетронутым, и восьмерик на восьмерике остались нетронутым. Но была под ним сделана специальная система колориферного отопления. И это уже была не холодная церковь, весь храм полностью отапливался. Это был прорыв. Загадочное словосочетание «восьмерик на восьмерике» на деле оказывается очень прагматичным решением архитектурной проблемы. Строители не знали, как завершить купол храма, и ставили на нем восьмерик, восьмигранный цилиндр. А на нем снова маленький купол, а на нем еще меньше восьмерик. Храмы восьмериком строили, чтобы увеличить объем. Либо четверик, он маленький, сделали восьмерик, побольше. А как его завершить? Шатер. А дальше что? И вот где сходится шатер, еще маленький восьмеричок, чтобы скрепить его. А прорезали окна, и свет попадает замечательно. А на нем еще восьмеричок. Это пришло из деревянной архитектуры. Владимирская церковь была для Прозоровых семейным приходом. Дети, родившиеся в Вятке, крестились в этой церкви. А Яков Алексеевич многократно жертвовал на благоустройство и содержание храма. Здесь он содержал особый хор певчик. Выделял ежегодно по 300 рублей. Более 20 лет доставлял он сюда просфоры и красное вино. Прозоровы – это уже не просто купцы гильдейские, а это мануфактур-советники. Это были уже высшего ранга, почетное звание. Мануфактур-советник – это купец купцов. Общие расходы, принятые на себя Яковом Прозоровым, составили более 39 тысяч рублей. Разрушение этого архитектурного ансамбля началось в 30-х годах прошлого века. И именно с решеток церковных оград. Вот акт осмотра церковных оград нашего города комиссии с участием художника Румянцева. Для обоснования снятия железных решеток и отправки их в металлолом. Владимирская церковь действующая отгорожена фигурной железной решеткой в литых чугунных колонках. На кирпичном фундаменте высотой от 1 до 1,5 метров. С выложенным поверху фундамента опоковым сливом. Церковь занимает центральное место на улице Карла Маркса и площади борцов за свободу. Решетки являются украшением площади, а также находящегося через дорогу с сада имени Максима Горького. Снос решетки недопустим. Поднялась рука на эту церковь, ее уничтожили. Конечно, отговорка была, кирпич нужен для строительства кинотеатра. Ну какой кирпич, это уже все разбит. Конечно, практически это просто забутовка фундаментов, велась из обломков этой удивительной церкви, построенной родением больших людей, больших патриотов в Вятке. Далее в программе. Торговая баня и помыться, и поторговать, где вершились дела в Вятке. Католики и храм. Вятские поляки заселились вокруг православной церкви. Непростой нотариус. Целый квартал оказался во владениях Ермингельда Свинтаржецкого. Но вот здесь, в глубине квартала, тоже чей-то дом. Немножечко так спрятался в кустах. Вы знаете, вот сейчас в глубине квартала, когда-то этот дом украшал юго-восточный угол площади Владимирской. Некий нотариус, Ермингельд Свинтаржецкий, откупил практически весь квартал. И здесь построил бани. Они назывались тогда торговые бани. Ну, по-нашему, сауны. Причем, вы помните, в Москве есть сандуны знаменитые. Вот это наши вятские сандуны. Здание прекрасной архитектуры, европейского стиля. Здесь высший класс отдыха, ну, по принципу римских терм. На большой площади, с видом на храм. И вот это целый такой с садом, с прогулочными аллеями. Такие интересные бани. Это некий аристократизм. То есть это новый образ жизни. Это бани не в том понимании, и не сауна в современном понимании. А это была какая-то ступень. Ты возвышался, в бане общались, какие-то дела вершили, купечество собиралось. Там были залы специальные различного вида для очищения тела. Там, может быть, японские какие-то приемы, китайские. Это римские термы, можно сказать так. Это культурный центр. И не случайно вот это соседство, храм для очищения души, для возвышения, а это для очищения тела, но в лучшем смысле этого слова. Тинский отмечает, что ветчане издавна строили свои бани и торговые бани на невидимых ручейках. Кроме этого сообщается, что непременной принадлежностью бань были кабаки. Когда появились бани в Хлынове, определить сложно. Очевидно, они имелись здесь еще до основания города. В 1615 году в Хлынове проживало несколько банщиков и имелось шесть торговых бань. Земские бани располагались на левом берегу засорного оврага. При пожаре в 1700 году несколько из них сгорело. Вятские бани прославились и в наше время в Москве по двум обстоятельствам. Шикарным паром и достойной историей. Это единственная в городе общественная баня, которая никогда не работала под бандитской крышей. Не случайно на этом месте свой дом построил и поляк Левицкий? Да, Свинторжецкий, а затем и Левицкий выбрал им этот участок. Причем очень интересно расположил свой дом с видом на Владимирскую церковь. И вот этот большой балкон южный был обращен на храм. Там отдыхал его сынов. Была детская комната на третьем этаже, и мальчик любовался прекрасным храмом. Так было задумано. Дом Левицкого и его владелец настолько интересны, что мы решили посвятить им целую программу. Поэтому смотрите, как удалось сохраниться этому зданию, и как коммерсанты нивелировали внутреннее убранство в ближайших программах. В начале 20 века Вятская городская дума, принимая во внимание выдающуюся врачебную деятельность доктора Левицкого в течение 20 лет в Вятке и отменное внимательное отношение к пациентам, приняла решение учредить при медицинском факультете Казанского университета стипендию имени Антона Юлиановича Левицкого с ежегодным внесением по 300 рублей для одного из студентов Витчан. Более трех месяцев после кончины Левицкого газета «Вятская речь» сообщала о поступлении в денежных средств фонд его имени для стипендий. На сегодня наше время в эфире, к сожалению, стекло, но ровно через неделю в эфире телекомпании «СС-9 канал» вы снова увидите загадки-вятки. Субтитры создавал DimaTorzok